Всем зрителям и подписчикам канала Уральского усадьба привет! Сегодня у нас 4 ноября 2017 года, построили мы теплицу павильон, с одного торца у нас установлена разрезная дверь форточка, с другого торца форточка. Что интересно в данной форточке по просьбе клиента сделали так, чтобы она открывалась вовнутрь. Открыли на крючок, зафиксировали, все окошко открыто. Почему? Так, потому что рядом забор и достаточно тесно для полного открывания снаружи. Так, также у нас в павильоне новый тип системы подвязок из трубы 20 на 20, получается 4 линии подвязки распределены так, чтобы было 3 грядки в теплице. Теперь о каркасе. Каркас у нас выполнен в виде ферм, основная арка из трубы 20 на 40, подпирающая из трубы 20 на 20. Обварка всех деталей выполнена в круговую. Также каркас усилен с помощью укосин. Две штуки по одной на каждую стенку. Вся конструкция стоит на брусе у нас 100 на 100, брус пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью колышков. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. По торцам установлен резиновый торцевой уплотнитель, чтобы теплица была герметичной. И все торцы у поликарбоната защитили торцевым профилем по всему периметру теплицы. Приехали в Верхневенска, разгрузились. Начали монтаж, электричества нету, дадут только в 3 часа. Генератор есть у хозяина, но он не заводится. Думаю, справимся. Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня 11 октября 2017 года. На улице темно и светят звезды, но мы до последнего закончили монтаж теплицы павильон 3МВИП. 3 метра ширина, 3 метра длина. Интересная особенность, что сбоку двери купе. Торцы глухие, с форточками. Сварена теплица с профильной трубы 20х40, наружные дуги внутренние 20х20. Фундамент теплицы сделан с профильной трубы 60х60. Приварено все. Большое пространство, просто огромное, несмотря на то, что она не такая большая. Сделана коньковая фромуга с термоприводами для автоматического проветривания. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотности, селикс. Также на данном участке стоит теплица павильон 3МВИП 3х7, которую устанавливали 2 года назад. Теплица в идеальном состоянии. Также делали на трубу 60х60. Тоже дверь купе сбоку. 3 метра там, 3 метра здесь и по центру дверь купе. На этой теплице мы дополнительно клиенту установили прогоны для более прочной снеговой нагрузки и поставили термофриводы для автоматического проветривания. Теплица павильон очень огромная. Рекомендую. Смонтирована теплица павильон ВИП 3х3 и отзыв клиента о данной теплице. Два года проб и ошибок. И все понятно, что это лучший вариант. Уральская усадьба меня очень устраивает. А вы откуда вообще узнали изначально, когда начали заказывать 2 года назад? Совершенно замечательный журнал «Уральский садовод» и там реклама в «Уральском садоводе». Я как-то вот решил посмотреть, что же это такое и мы с супругой остались очень довольны. А вообще почему павильон выбрали именно, модель теплицы? Из того, что нам показали, она нам очень понравилась. Внешне она к сердцу легла. И мы нисколько не разочаровались в том, что мы заказали вот такую крепкую усиленную модель. Пусть дорого, но очень крепкая. И нынешняя зима показала это, что снеговую нагрузку павильон и эта конструкция выдерживает легко. Было на крыше, ну, сантиметров 70 плотного крепкого снега и хоть бы что. То есть я снег скинул первый раз, единственный раз его уже по весне, когда он сильно стал тяжелый. А что выращивать планируете вот в этой? Здесь будут огурчики, а там помидорчики. Все, что самодеятельное, самостоятельное изготовление пойдет под перчики. Ну все, спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо Уральской усадьбе. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok